здравствуйте мои любимые друзья друзья мои знаете что я заметила я а куда я положила я вот это платье которое на мне сейчас я его купила прошлом году она мне так понравилось расцветок понравилось вы посмотрите как нам нехорошо часто а я его купила он мне прям вот так был вот так был на а сейчас смотрите а сейчас я чуть-чуть собираю живот если честно смотрите кто заметил кто-то заметил кто не заметил значит ему не нужно посмотрите как я построенела разве они правда я это вижу я свой труд вижу мне сегодня одна говорит ой похудеть это не проблема я же вот эти ребята вы заметили да вот никто не радуется да вот каким-то достижением для меня это я вам сейчас скажу вот вы конечно мне можете сказать свое мнение да вот потому что если вы думаете что это так легко ну возьмите сбросьте пять килограмм только понимаете я уже почти 9 килограмм сбросила и потихоньку никуда не спеша похудеть это ерунда не одна но удержать вес о чем ты мне говоришь какой удержать вес не еще мне еще работать работать над собой надо я понимаю что я сделала такое но я еще раз вам говорю чтоб никто не прошел через мое мой путь никто я никому не желаю люди по-разному свое горе до некоторые по разному я его заела вот это мое последнее горе которые она у меня присутствует до сих пор это я умру наверное она будет у меня внутри она мне дает о себе знать я вчера наверно это уже это я уже есть не буду это теплом виде взяла закрыла я поела там кусочек вареной курочки закрыла его и вот всю ночь в жаре нет не хочу отправляться я себя очень люблю чем вот так понимаете как то вот знаете девчата вот не умеют люди радоваться да вот для меня это вот не знаю конечно своих трудов не но тоже вам скажу не так уж и сложно оказалось в этот раз я же несколько раз пыталась потом забрасывала я несколько раз пыталась прошлом году вот на тоже летом я чуть-чуть убрала свой это да но не получилось почему потому что девочки вам еще раз говорю у меня девочки непростая ситуация моей жизни непростая ситуация вот то день моя дамчик пошел на кладбище если бы вы знали ребята я вам показала да если бы вы знали потом как я и сама же себе говорю не плачь нельзя удержу себя в руках держу а потом не могу как как начинаю вы девочки примут как кто не потерял любимого своего человека близкого тот никогда меня не поймет ну ладно это это все мы проходили это все мы знаем как мне одна сказал да ладно успокойся ничего страшного вот так узнаете я просто иногда поражаю людям иногда вот не подумают такую могут ляпнуть ребята такое могут сказать вот даже не подумал как ты можешь мне вот такой сказать да ладно как да ладно девочки знаете сколько лет тому назад я же вообще животным отношусь вот таким как кошка собака отношусь вот нормально девочки у меня нету вот это ну как вам сказать что там примут я не могу сравнить собаку с человеком не могу девочки и это конечно не значит ребята что что я плохой человек нет просто вот не знаю у меня к людям а есть которые люди вообще людей жестокие злые да а вот к животным относятся как я не знаю вот как к своим детям так не относится я одну женщину знаю здесь да так если бы не были бы дети плохие такие дети хорошие да она горит пускай лучше все мои дети умрут чем моя кошка но это что же тоже ненормально девочки одну одной этой к другому переходить это тоже не я считаю что это ненормально вы чё девчат так вот у меня была собака я никогда не думала что можно так собаку любить вот вот я вам откровенно говорю но уже знаете у меня этот ролик на этот ролик назову откровенный разговор нет разговор по душам разговор по душам вот так назову а то что то вы начали меня возмущаться почему почему вот хорошо переменной делать теперь буду назвать вот так и вот я уехала махачкалу а у него не нехорошая болезнь образовалась у меня не было но у меня свое было он я годовщину мамину делала у меня свои мой муж не я решил мне не говорить ну в чем проблема собакой решил скрыть от меня и пришли меня встречать кайтаночка пришла адам пришел в аэропорт пошли меня встречать и я домой прихожу а он все время как я проходила он сразу ко мне бежал девочки но эта собака прожила с нами 11 лет что я смотрю его нету на дамчику тогда 10 лет наверно было 10 11 лет было я говорю и вот имя говорю моей собаки его майкл звали девочки вот часть этого майкла мы дали другой собаки тоже найти ягод майкель где и мой адам всегда сразу мне такой а его жене тоже умер девочки прям ступор упала и истинга ай адам ай адам ну зачем ты так как умер но у него короче там во рту была нехорошая болезнь и ветеринар истину сказал два раза его оперировали два раза и ветеринарского зачем ты собаку так мучаешь ну и усыпил его у девочки если вы бы знали как я стала плакать я говорю почему мало ли что тебе сказал ветеринар мало ли что надо было еще раз делать операцию надо было до конца меня бы тоже ты вот так вы знаете девочки вот я вам честно скажу да я ни одного так животного не любила как вот эту собаку вот я ее искренне по настоящему любила эту собаку понимаете вот она со мной было ее из целом это моей заловки у моей заловки была собака женского рода она сучка на и вот она родила и она всех щенков продала она породистая была я не знала даже что она породистая или что и и вот это была самая некрасивая у них который вышла вот ее никто не купил мальчик был если он домой принес этого этого щенка это первый первое вообще который я вот помню короче принес маленького такого такой он был хрупкий девочки такое бог а я же не поняла я же вообще девочки не разбираюсь мне все равно дворняга вот знаете а моему мужу нет моему мужу должна быть 1 а она была американ из там for так называли называется у нас там россии не знаю как как называется это собака этой породы ребята но такая была круглая толстая какой был за ней уход это первая наша собака мы тогда валькаудиты жили это наша первая собака которые мы вот так взяли я же думал что она дворняга я даже не поняла девочки что она там моя я мужу спросила он-то он сказал да обычная потому что если бы он не сказал что там вот она вот такой раз и может быть я еще бы задумалась девочки понимаете потому что я вам вот что скажу она считается раса которые вот перегрузок как ну короче опасная вот опасная раса считается девочки неправда это многое зависит от хозяева она такая была добрая девчата он это мальчик был самец был такой он был добрый какой он был хороший ребята вот я вам передать не могу вот мы над ней дышали мы его так полюбили моего он нас адам на него садился катался адаму тогда был годик когда мы его взяли годик может быть полтора нет потому что он умер когда адаму 11 лет был значит ему годик он 10 лет с нами прожил что только адам с ним делал то ни разу не рычал ни разу ничего такого не сделала эта собака понимаете вот настолько был воспитанный хороший и вот а к чему я это все рассказываю вам это надо я думаю что нет и вот потеряю и и для меня большой 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 этот этот вот к чему я рассказываю большой стресс такой произошел большой стресс вы знаете вот из-за него вот но это все-таки собака и понимаете как-то вот это я тогда 7 килограмм набрала мне кажется да маме год было я сильно похудела в течение этого года сильно похудела а потом у меня бабушка умерла и вот и собака умерла и у меня как-то вот как-то вот получилось так что я там тоже заела видать свой горе но я это от него быстро отошла 7 килограмм я сразу сбросила и вот люди так это на на вот так так это говорят тебе да ой с это это ерунда походить не ерунда девочки не ерунда я очень себя в руках вижу иногда мне так хочется девчонки вот вот на завтрак печенье там туда писать мне не надо вы можете кушать все я знаю что я могу что я не могу я знаю прекрасно я за своим ртом слежу сама вы следите за своим ртом девчата вот и все начинает каждый умничать каждый это может быть никто мне не хочет сказать по плохому но иногда я бываю такая раздраженная девчата но у меня вот эти еще вот эти когда женские дни вообще да вот это все но ребята я вот стою на весы я стою на весы и я довольная ребята я очень довольна и очень и очень довольна и вот в этот понедельник вы мне пишите каждый взвешиваться не надо почему не надо я и утром и ночью взвешиваться я контролирую все это один день не взвешиваться два дня я могу что-то упустить я нет я контролирую контролирую так что так короче девчата я добьюсь своего не назло всем нет это в здоровье себе мне другие зачем мне нужны если бы я всех слушала бы девчата всех кто мне что говорит что мне кто-то там это кто-то там советует это с ума можно сойти ребята живите по вашим принципам живите как вы хотите вот и все это все остальное все ерунда а вы же мне говорите не юрунда ерунда какая разница но уже поняли что я хочу сказать учителя за очи у меня все научные научный канал у меня научные девчата я учусь их говорить правильное произношение так что давайте девчата будьте проще будьте проще и все шампиньоны купила и вот сегодня буду делать шампиньоны и баранину буду делать и знаете кусочки эти убираю потому что я хочу убирать я очень люблю шампиньоны с этим апресиновым соком очень люблю эти шампиньоны я купила три дня они у меня уже в холодильнике вот это тоже есть во мне девочки вот куплю жрачку начинаю этот и иногда у меня портится а сейчас каждым разом меньше покупаю стол вот раз овощи запекла вы думаете их поела мужу дала но я же там сделала с печенью печенью нет неправильно сказала с грудинка куриной а мисковой такая сухая такое ощущение что это ну короче диетическая хочет сказать а я думала я поем а сейчас если я вот салат поела девочки да у меня уже больше не заходит просто вот и все я настолько уменьшила свой желудок да что у меня просто не не заходит девчат девочки большое вам спасибо всем моим всем моим зрителям спасибо вам еще раз говорю спасибо 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 сколько людей мне написали какие у меня ножки красивые спасибо девчат знаете я так привыкла что меня всегда на пол бросают да вот хотят меня обидеть хотя девчата они сами себя обижают мне я вам еще раз говорю если я каждого прислушивалась на человека который по моей жизни прошелся не знаю девчата я наверно в дурдоме уже лежала бы хотят дурдома еще еще никто не застрахованы мы не знаем как говорится от тюрьмы и от дедома не отвлекайся короче все туда могут попасть сегодняшний день очень такая тяжелая жизнь за что люди себя сами загоняют и вот а у меня картошки нету девочки сейчас от этого на другую тему до сейчас опять у вас невозможно слушать но невозможно не слушай я к себе еще дом послушалась сама зашла сама зашла и сама же еще претензии предъявляет ну такая ищет матрос ищет матрос что теперь делать а мне в инстаграме моя одноклассница написала привет моя дорогая как я рада тебя увидеть слушай я бы тебя из тысячи людей узнала я девочки смотрю я не могу понять кто это такая я всех по именам знаю в моих одноклассниц от всех да пока на имя не сказала девочки окажется на самом деле или это мое мнение может быть для нет хотя она мне так сказал но она же не не скажет да как-то ужасно выглядишь она мне сказала ты вообще не изменилась я такая думаю интересно получается неужели такая же в 15 лет было валах я ее не узнала девочки она я уже бабушка она мне говорит я вот поздравляю и и мне неудобно сказать ты кто такая она такая ты-то помнишь она мне вот так ты-то помнишь это как кого ну вот это с кем я сидела за партой я сразу понял кто она я подумала это ты девчат друзья мои дорогие следите пожалуйста за вашими зубами зубов уже нету вообще знаете да она светом на вторую на третий план поставила видать наши дети тоже хотят чтобы мы хорошо выглядели а так что вы сказали что у меня ножки красивые давайте засверкаю они у меня ничего даже не чат еще давайте трусы покажу тоже на мне все говорят что за татуаж у меня тут ерунда ерунда девчат по глупости сделала сожалею до сожалею если честно сказать очень даже сожалею очень сожалею потому что умная была бы не сделала это так сейчас масло вылью проду подождите помыла я эту сковородку я сейчас стала обращать внимание ребята какой кошмар сколько они жареного едят это ужасно это просто ужасно говорю и не идите столько нет бесполезно вот у меня была сметана девочки уже ее нету видать моя дочь но она что же вот кетчуп закончился она ничего не говорить я говорю ну скажи что кетчупа нету на вчера столько жаловалась кетчупа нету кетчупа нету вот сегодня пойду у меня салатов нету девочки я вот и сегодня я купила салат такой от соли тоже надо отказаться я забыла чего я говорила можете сейчас ругать меня вот такие шампиньоны я сама себе это готовлю девочки их чуть-чуть отжал от воды вот сейчас я вот сюда вы знаете что шампиньоны что делает воду выпускает сейчас когда всю воду выпустят да вот у меня такая баранина нету девочки сметаны потому что я одну ложку сметану это очень вкусно но это очень калорийно девочки одну ложку сметаны и одну ложку майонеза но так как нету сметаны только есть майонез сделаю с майонезом я не знаю будет ли моя дочь это есть но я ее конечно уговорю она же у меня только курицу есть это только грудинку не любит или крышка и все не любят девчата вот мясо не любит это не ее зато это моё моё девочки я люблю я люблю мясо а вот сейчас стала я этот грудинку вот не знаю девчата вот не мою это грудинка да этот но я бедрышки кушаю вареные я два дня на бедрышках сидела вареных что-то мне хотелось вот раз тело просит да организм просит значит и есть что-то в нем хорошее этот этот футболку не снимет ни за что девчата если я вам покажу сколько у него футбола скажите да ладно неправда но что 50 точно картошки нет у меня девчата но и потата и фольги девчата нет у меня а знаете еще как вкусно с конечком сейчас скажет бухарица ну да бухарица мне вам показать коня который сколько лет он уже у меня лежит что мне написала одноклассница ничего плохого не написала ягод рада тебя увидеть я очень тебя рада это он тирайс топор фа алавасура ягод очень рада тебя увидеть ягод тебя увидела на ю тубе было в шоке двоечница она была девочки двоечница двоечница может быть может быть чуть-чуть короче мы с ней вдвоем одинаковые были я тоже такая же была тройки мне мне тройки меня стали я не знаю за что наверно за мои красивые ноги так это тише сделаю вот хорошо живет я так рада я очень рада за нее она действительно хорошо живет в любящий муж понимаете она у нее тяжелое детство было очень тяжелое детство вообще у людей которых тяжелое детство должно как-то знаете вселенной что ли им этот наверно награду какую-то должен давать за то что вот раз тяжелое было детство девчат чтобы когда ты взрослая чтобы тебе было легче но не всегда что получается дело в том что вы знаете наши родители иногда наверное думаю да что ну хотят наверно лучшего конечно для нас я не говорю что нет вот у нее мать мать развелась там такая свекровь была бабушка их не короче вот они она вот одна была и мать развелась потому что то ли свекровь не нравилось то ли что там какая причина была не имеет значения девчата но развод был и что вы думаете свекровь сразу берет своего сына прям заставляет девчата и он женится быстро на другой там тоже создают семью но он все равно эту первую жену наверно любил девочки потому что если бы не любил такого так не получилось бы там у него тоже уже эти дети пошли то ли один то ли два дети пошли девочки и он стал к ней ходить к ней ходить стал и что вы думаете девочки она опять забеременела мать вот это и родила мальчика он к ней приходил там три раза в неделю короче так скрытно девочки она с ним как будто она его бывшая жена она с ним кого-то узнаете девчата пряталась что ли потом постоянно мать расстроенная бывало скандалила потому что он ей видать обещал я брошу свою жену брошу подожди 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 а дети растут драки короче у них там были они любили друг друга девчата но у них такая любовь была понимаете он приезжал за ней на машине отец ее приезжал а родственники а родственникам говорил что он с ней не живет только ради ребенка там ходит увидеть ребенка да а на самом деле нет это не так было вот мать постоянно грустная бывало мать орала на них постоянно вот за это но она с нами делилась девочки и он помогать тоже много не мог потому что там же тоже семья понимаете вот и конечно вот эта женщина постарела это все потом он уходил обратно она его выгоняла потом он обратно возвращала на его ну как возвращала девчат вы сами поняли да там не такое прям возвращением было ну было короче да и постоянные вот эти скандалы она иногда говорила я всю ночь не спала не дрались всю ночь мать ревновала он там клялся что с ней не спал с той женщиной не спит но девчат это же глупо конечно это родила и она поняла что он обманывает что он с ней спит потому что она там за ним следила там короче там короче зубра это их там любовь не поймешь это любовь это что да это и вот так детей мучила девочки понимаете она была симпатичная женщина молодая надо было нахер его послать выйти замуж тоже да у меня же есть подписчица 1 которым я вам сейчас я вот вы же мне вы же иногда думаете что то что я говорю там иногда сомнение есть но не у всех моих близких которые меня давно смотрят вот я наверное повторяюсь но на всякий случай кто не знает есть у меня одна подписчица с которых я очень близких отношениях так я сказала кого-то у нас любовь да но не безразлична нам вы мне все не безразличны и когда у вас какая-то неприятность или счет что-то девчата я действительно и ребята есть которые мне со мной делятся да хотя не каждый хочет чтобы я это говорила но вообще она тоже но я так так как она мне не смотрит но я же именно тоже не говорю ничего не говорю девочки я просто с вами вот так делюсь и вот она я же вам говорила она приехала в польшу там она работала как собака а ее муж короче то это работа не то то это не то короче ее муж на ее шее сидел практически сидел но она так как с ним 17 лет и у них там ребенок один мальчик да вот она его все терпела так он ее короче уговорил она бедная все свое золото продает но какая-то вот девочки понимаете я ее не осуждаю честное слово это в ее шкуре надо быть чтобы сказать да как бы я поступила я не знаю она все же с ним было так он приехал она им он он ее уговаривает она все золото продает они в канаду приехали он говорил в канаде я буду работать я девочки знала что не будет там у нее скандала не скандала как а он же а он на трех языках разговаривает девчата говорит на трех языках английский знает русский знает еще один язык знает но это не имеет значения и короче все получается девочки он приезжает в канаду и устраивается на работу на завод она довольная а там канаде такие цены девочки я даже не знала что очень дорого в канаде жилье взять все но им там помогли многие люди там микроволновку это что же девчата кровати диваны короче вот так потому что там сдается квартира просто пустая что я они не сдают там с мебелями такое нету ну у каждого свои законы да а тут ты можешь выбрать хочешь с мебелью хочешь без мебели да но там мебель сами понимаете так вот он устраивается на работу на завод я не знаю сколько он там проработал и начал говорить что вести себя по скотски девчата по скотски так как он язык знает она не знает она свою работу там бросила в польше девочки и она не может себе работу найти она язык не знает она там короче как глухая слепая немая короче вот так и он и он начал ей говорить ты мне ты мне дорогу закрываешь я знаю что я процветание буду там просто и она говорит честное слово наталья горит я прям как чувствовала плюс и он хотел вот по-настоящему просто ее астана и так и так и на коленях она ему умоляла его она не бросать его там и а он говорил я же вас не бросаю я я просто с тобой жить не хочу потому что ты меня глушишь ты меня так а она боится девочки понимаете он не слушая ее ни о чем короче он берет машину дорогой покупает и она горит в этот день я как разрыдаюсь когда узнаю он берет кредит девочки дорогущую новую машину потому что бросает он работу заводом бросая девочки он на перевозках будет работать людей там вещи короче вот такое что вы думаете девчата машина стоит 37000 девочки точно не могу сказать но мне кажется 37000 он выезжает и в него просто влетает другая машина понимаете он проходит вот мою машину ударили и как а у нас уже страховка все есть это и везде есть во всей европе и страховка говорит что ну короче они проверят все это все все если законно все если так как вот это все короче страховка оплачивает машину сю он долго не думая девочки берет в аренду другую машину страховка пока ему в аренду другую машину не дает, он должен сам. Ну, а потом страховка ему все это оплатит. Она ему говорит, ну, как ты мог оставить завод, пойти на вот это, сейчас что? И он каждый месяц там должен платить, например, он же в кредит сделал машину, ну, допустим, тысячу долларов, потому что там все в долларах идет. И надеяться на эту страховку, что страховка ему все оплатит, все это, но тысячу долларов уже надо платить. Девочки, думаю, что это херня маленькая, да? Да, сейчас эту испачкала, давайте другую тоже испачкаю. Так вот, девочки, он, она мается, мается с ним, уговаривает, не бросай, не бросай, не бросай, но в конце концов, короче, он говорит, я вас не бросаю, просто я ухожу, ну, я не бросаю, я буду, короче, приходить помогать. Что вы думаете, он берет, уходит, девочки? Он берет, уходит, а он уже ей такие концерты показывал, туда-сюда. Она мне сколько плакала, девочки, я, честное слово, не видела человека, который вот так прям убивался, она убивалась, девочки, она боялась, она там одна, с ребенком, школа, это все, язык, столько препятствий, понимаете? Так он уходит, девчата, машина, если стоила 37 тысяч, страховка ему только дает 30 тысяч, поняли, да, девочки? Короче, он сейчас в заднице. Я ей говорила, она устроилась в этот же завод, где ее муж работал, она устроилась туда же. Вытащила другую девочке, да, ничего страшного, испачкала, испачкала, помой. И вот она устраивается на завод, где он работал. Он ее оставил, бросил, а там она снимала вроде бы как две или три комнаты, короче, поняли, да? Она берет, меняет, переезжает, еле-еле, она говорит, я его умоляю, прошу прийти, помочь мне переехать. Так, девочки, он так себя по-свински вел. Мне такое отвращение от этого мужчины. Я его знать не знаю, девочки. Ну вот я вам честно скажу, я его просто возненавидела, да? Потому что я ей полностью доверяю, я с ней не один год уже общаюсь, понимаете? Вот, наверное, года два с лишним по инстаграмму девочки. Так она мне тоже спрашивала за счет Канады, когда вот это все советовалось со мной, все, ну, а я всегда наслышала, что хорошее. И я ей говорю, ты смотри, говорю, положительное, говорю, и она устраивается оттуда на работу, он ее бросил. Тяжелая работа, очень тяжелая, физически тяжелая работа, но она говорит, я справлюсь. Такая молодец, девочки. Короче, она еле-еле переезжает, девочки, она переехала, все, добрые люди. Я же говорю, все-таки есть добрые люди, еще как есть. Чужие люди ей начали помогать. Он пришел там, знаете, там натяп-ляп, короче, помог. А у нее там школа рядом с ребенком, она не хочет обратно ребенку, и так такой, и стресс, да, вот отец ушел туда-сюда, еще вот школу переводить, да, и, понимаете, там же еще бар, это есть, и теперь она на работу ходит, все, уже время проходит, а он ей обещал же, помогать буду, вау, как буду помогать, ни духу, ни слуху, девочки, она звонит, он трубку не берет. Он к ней, я ей говорю, потому что я ее все автобиографию знаю, да, уже, и я ей говорю, слушай, ты просто не знаешь, ты знаешь, говорю, Бог все, что делает, все к лучшему, я тебе серьезно говорю, он одну дверь закрывает, а десять, они открытые, ты просто их не видишь, потому что ты сейчас в таком отчаянии, говорю, это самое лучшее, то, что тебе могло произойти, говорю, что он тебя сам бросил, потому что ты сама бы его никогда бы не бросила, испугалась бы, и я тебя, говорю, не осуждаю, вот так я ей, и я тебя не осуждаю, говорю, я тебя понимаю, говорю, потому что легко сказать, да брось его, разводись, да, а самой ложиться с мужем и обнять его, и спать, да, советами здесь каждый у нас любит, да, и теперь, а там девочка уже язык знает, она еле-еле вот сейчас начинает что-то там учить там туда-сюда, короче, и она идет в этот, в организацию какую-то там, ну, в которой вот есть помощь вот таким людям, как она, приезжим туда-сюда, короче, она туда идет, и она там знакомится с одним человеком, знакомится, потому что он, ой, уже и бумага закончилась, у вас такое бывает, девчата, вот что-то заканчивается и начинается все заканчивать, но хорошо, что у меня сейчас в этот момент есть деньги купить, потому что, особенно вот так бывает, когда у тебя денег нету, почему-то все начинает заканчиваться так быстро, девчата, ну, и вот, что вы думаете, девочки, она больше детей вообще не хочет иметь, она говорит, нет, мне это не нужно, я этого хочу поднять, а у нее ребенок на один год младше моей доченьки, так вот, он ей начинает там переводить вот эти все бумаги, да, потому что надо все-таки делать бумаги, да, ну, короче, чтобы легально там находиться, и она его чисто случайно в магазине возле своего дома встречает, девочки, чисто случайно этого мужчины, короче, и этот мужчина, а он, половина русскоязычная, потому что мать была русскоязычная, а половина, короче, мусульман, отец был мусульманом, и есть отец, наверное, не то, что был, но я так, за него тоже многое не знаю, девочки, и она говорит, Наталья, ты представляешь, он мне говорит, что ты сегодня делаешь там туда-сюда, а он, говорит, высокий, симпатичный такой, что ты, говорит, сегодня делаешь, говорит, давай, выйдем прогуляемся, хочешь, я, говорит, не знаю, я ей говорю, а что ты теряешь, говорю, он же тебе не предложил, говорю, постель, или еще что-то, ну иди прогуляйся, Хоть чуть свежим воздухом подыши. Он, короче, пошел. Она, короче, пошла, она меня послушала. Идет, короче, с ним гуляет. Пошла такая, говорит, ты представляешь, я по парку прошлась, там, туда-сюда-то хорошо. Туда-сюда у меня спрашивала, какие у меня планы на будущее. Терем-прим, короче, вот такое. Я говорю, и что ты ему сказала? Я, говорит, ему сказала, что планов у меня пока нету. Выживание. И он мне, говорит, сказал, я тебе во всем помогу. Он меня послушал. У меня была вот такая ручная соковыжималка. Ну, не знаю, где она. Пройдется так выжать. Ладно. Вот сюда выжиму, девочки. И он ей предложил, короче, прогуляться еще раз. Ой, Наталка, не знаю. И он ей предлагает, короче, там, на велосипеде покататься. Она говорит, я первый раз, говорит, я так люблю такие вещи. Она такая активная сама по себе. Короче, я ей говорю, иди. Она, короче, пошла. Покаталась на велосипеде, короче. Туда-сюда с ним. Ну, довольная, короче, да. Она, говорит, я одна не пошла. Конечно, пошла со своим сыном. Он, говорит, не был женат. У него детей нету. Он не любит детей. Своих не хочет иметь. И, говорит, он начал, говорит, с моим сыном разговаривать. И мой сын, говорит, ему говорит, ну, вот у меня там с математикой единственное, что... А он, оказывается, математик девочки сам по себе там. Ну, умный, короче. И он начал, говорит, моему сыну там уроки какие-то объяснять. Я, говорит, сижу, говорит, и в шоке, говорит. Чужой мужчина... Чужой мужчина, потому что... А ее муж головастый девочке, но только не рукастый. Поняли, да, девчата? Он, говорит, и я, конечно, говорит, не сума. Я, говорит, этот... Теперь он уехал, этот парень уехал. Они там погуляли 2-3 дня, он уехал. Между ними, она, говорит, дружба, говорит, просто, понимаешь, говорит. И я, говорит, еще, говорит, так, как себя... Как-то чувствую себя плохо, говорит. Мол, я что-то плохое делаю. Я говорю, почему ты что-то плохое делаешь? Ну, она, говорит, у меня и мыслях нету, говорит, никакого там серьезных отношений, ничего нету. Я ей, говорю, успокойся. Теперь она звонит своему мужу. А ей нужно к зубному, а там в другой город, девочки. Он ей, говорит, бери такси, езжай. Она, говорит, ну ты же... Он ей, говорит, 60 евро перевел. 60 долларов перевел. И сказал, я тебе больше ничем помочь не могу. Единственное, что я тебе могу интернет оплачивать, потому что у меня свои долги. Он там в долгах. Он всю жизнь был вот так, девочки, в долгах и в долгах. Понимаете? И она мне вчера, говорит, Наталка, ты представляешь, я, говорит, иду, говорит, в магазин. Ну, у нее же машины нету, ничего нету. Она, говорит, и он мне звонит. А он то ли к родителям поехал, то ли где он, не знаю, девочки, этот парень. И он ей спрашивает, ты где? И я, говорит, ему говорю, в магазине вот так вот так. А нет, не в магазин, а есть такие места, девчата, которые приезжим, да, вот, малоимущен, да, вот, фруктами, там, мясом, там, вот так он помогает, короче, да. И она, говорит, я, говорит, ему говорю, где я нахожусь. И он говорит, слушай, там же много что дают. Как ты, одна, что ли? А она, говорит, а с кем-нибудь, говорит, конечно, одна. И он ей предлагает, он ей предлагает, мол, а как ты с этими сумками пойдешь? А я, говорит, ему говорю, как пойду? Хотела сказать, говорит, я всю жизнь так ходила. С сумками сама на автобусе туда-сюда. И он ей говорит, подожди, давай я тебе этот, этот сделаю. Такси вызову. Я, говорит, специально, я вот так, говорит, делаю его, вижу, что он написал, и специально не открываю. И потом в автобусе села, потому что не хочу быть им ничем не обязана. Порядочная девочка просто, вот и все. Я говорю, ой, я уже в автобусе, спасибо, не надо, просто не хочу, говорит, быть ему чем-то обязана, понимаешь, Наталья? Потому что я же, говорит, тоже, говорит, еще не знаю, говорит. И я ей, как на нее наехала, девочки. Я ей говорю, ты чего? Она говорит, я же не знаю, Я говорю, кто он такой, что он такой там туда-сюда. Я говорю, ты что, за него замуж собралась, что ли? Или что, говорю, он просто твой друг, расслабься. Я говорю, живи жизнью, говорю, если он тебе предлагает такси, да ничего страшного, это по-дружески тоже можно. Короче, девочки, такая я довольная, я такая счастливая, что хоть одной моей, потому что вы все у меня порядочные, я заметила, девочки, вы знаете, у меня хутор-мутур нету на канале, вы все у меня умницы. Я вот с кем не общалась в инстаграме, да, я вот это заметила, девчата. Вот настолько все, знаете, семейные, а кто не семейные, девчата, порядочные, хорошие люди у меня на канале. И дай бог вам здоровья, мои золотые, мои хорошие. Эй, поставьте лайк, поставьте лайк, пожалуйста. Вот этим только вы грешите, не ставите мне лайки. Это что такое? Здесь что, танцевать надо, что ли? И вот я как, знаете, девчата, как будто за себя радуюсь. Вот когда вот вы мне пишете, да, у меня там что-то получилось, у меня там это, у меня там то, у меня сейчас еще одна подписчица есть, которая у сына в армии, да, и сейчас же вы знаете с этим положением, куда может попасть, она так переживает, я тоже за нее молилась. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот, и что хочу сказать, я радуюсь. Вот ваши успехи, это как будто мои успехи. Хотите, хотите, сомневайтесь, хотите, нет. Всем, я желаю всем на этой планете, да, чтобы было хорошо. Просто чтобы было хорошо. Ничего, ничего больше, чтобы здоровье было, чтобы было чем радоваться, чтобы ваши дети вас не огорчали. Нет, огорчать это будут, огорчают, да, потому что мы иногда все так близко к сердцу принимаем, чтобы просто вот горя у вас не было, да, и это уже хватает, чтобы они вас ценили, чтобы они вас любили, да, что бы ни было, как бы ни было. Я знаю, что мама все равно любит, да, но чтобы... Как вам сказать? Чтобы у вас улыбка не спадала с ваших уст. Девочки, я вот так стою, у меня талия появилась, она же не была. Я раньше была как телевизор, сейчас как тумбочка, но с этой тумбочкой скоро станет лампа такая. Девочки, теперь уже все, могу балет танцевать. Девчат, неплохо же получается, смотрите. Просто вот у меня имплантов нету, или как там, плантов нету, короче. Если бы были, я бы на цыпочках, конечно. Девчат, надо думать, что у меня 15 лет, я просто летаю. Это не потому, что я чуть похудела, девочки, я всегда такая была. И знаете, что я вам скажу? Вот это, которые говорят, на коленях у меня там такая тяжесть была, жопа у меня висела. Ничего у меня не весит, девочки. Я просто мотылек. Я была мотыльком и остаюсь мотыльком. Это все херня, девчат. Короче, я пошла гладить, да, и вот был такой момент, что я гладила, где я была полная, и был момент такой, что я гладила, что я была нормально, 57-56 килограмм, 58. И знаете, девчата, одна такая выходит и говорит, вот, я поправилась, у меня так ноги болят, такая идет. Я ей говорю, вот это неправда. Я говорю, у меня ноги болят так же, как у меня болели, когда я была полная. Они так на меня посмотрели, ты была полная. Я говорю, да, была. Была. Я говорю, точно так же пятки горели. Когда тяжелая работа, устаешь, хоть ты толстая, хоть ты худая, не зная, как у других, может быть, у других нет. Да, чуть-чуть, а дышка лучше становится. Это естественно, девочки. Не все равно, ты там 100 килограмм на гору подниматься, но ты все равно поднимешься, если ты хочешь. Если тебе нужно подняться туда, ты поднимешься. Я знаю людей, я знаю людей, которые вот такие худые, целый день лежат, потом, завтра. А есть такие полные, которые он как я, горит, горит все в руках. Понимаете? Это от человека зависит, и от него энергия зависит. Это все херня, девчата, когда говорят. Вот там это то. Человек, который двигается, он двигается, хоть он полный, хоть он худой, хоть какой-нибудь он не был бы. Вот посмотрите, девчата, я дойду до таких килограммов, которые вы и не ожидаете, которых я сама еще не ожидаю. Я дойду. И так же буду уставать, так же буду потеть, так же буду, ну просто я буду, я и сейчас прекрасна, но тогда я буду просто королевшина, как-то вот так. Пойду, столько болтаю, пойду засуну эту духовку. Девочки, смотрите, какие они солнышки, как они выросли. Они сейчас так дрались, ну, игрались, не дрались, а игрались. Смотрите, какие хорошенькие. А другая вон там. Другая, где ты? А ну, покажись. Покажись. В такую жару они даже выходить не хотят, девчата. Они вот спрячутся, смотрите, как они, как они играются. Ах, убежали. Че ты убежал? А какие они умницы. Как они кайтаночку любят, как они бегут. Сегодня кайтано мне говорит, тетя, я буду делать, я буду делать эти печенье для бабушки, говорит, этой мерейной. Я говорю, а почему для бабушки? А для нас? Она такая, ну, тетя, в этот раз только для бабушки. Хорошо, я говорю, хорошо, доченька. Смотрите, какие они хорошие, как они выросли. Посмотрите, какие они красивые, как они идут ко мне. Видите, да? А я что-то думала, что они будут такие дикие. Никакие они не дикие, ничего. Очень даже хорошие кошки, девчата. Я рада, что я их взяла. Я рада. Я очень рада. Но скоро их надо будет выселять из кухни. Тут земли нету, так что могут и на улице пожить. Девчата, домой не хочу. Их четверо, я не смогу. Но они будут заходить и выходить, когда хотят, конечно, и домой, и туда, потому что... Так, он тот, видите, да? Там снизу один, второй, третий, четвертый. А тут смотрите, как сидит. То-то-то все выжили, все хорошо. Таких... Ой, я чуть не наступила. Ой, вот так разве можно ложиться? Ой, смотрите, вот под ноги вот идет, и идет, и идет, не дает мне. Вот так ложиться и все. Не дает мне пройти. Вот этот светленький мне очень нравится. Кайтаночка говорит, что они все хорошие. смотрите, какие красавицы. Потом три мальчика одна девочка, точно уже, девчат. Просто надо имена мне записать. А, и Кайтано тоже такие имена наставила, что хер запомнишь, девчат. Там, Люкас, Мукас, там, не знаю. Я говорю, дай хорошие, нормальные имена. Вася. Она такая, ой, нет, он будет здесь как этот, чужой. Надо говорить испанский. Я говорю, давай какие хочешь. Ой, девчат, на улицу выйдешь, как будто пошла в порнуху. Ой, в порную. Вот. Ну, у кого что в голове? А, так, короче, потом покажу вам, какую вкуснятина сготовила. мои красотки. Вот, сделала баранину. Муж облизывается уже. А, я вам попробую качать. Сейчас я ему отрежу кусочек. Ай, девчат, ребята мои, друзья мои, мои любимые, короче. Не забудьте про лайк. Так, смотрите, что я сегодня взяла себе. Ну, я, короче, пошла же на этот, короче, в одно место пошла. И там продаются вот такие салаты. Первый раз я такое покупаю. Ой, они пыльные. Короче, вот такие. Сейчас я один открою. Эператы. Так, подождите, девочки, я дам дегустатору попробовать, девчат. моему дегустатору. Заставила футбол ходить. Он ходит, полуголый. Не знаю, кого он соблазнять хочет. Просто попробовать. Эстебан, solo попробовать? Но комер. Нет. Девчат. Я, говорит, похудел на 6 килограмм. Звиздун. Минтиросо. Но лабердакеру, хочу, чтобы правду сказал. Я тасу плаваю. Так, открою? Вот этот. Сейчас я покажу. Себе тоже покажу. Первый раз нечего. Бойно-бойно, да верно? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, девочки. А куда мне его? Ну, наверное, вот в эту тарелочку. Девочки, я же тот день за свекровь. Или там одна мне пишет. Просто комментарии делаю, да? Выгодит одной тряпкой. Я думала, как странно, что... Меня же чистюли смотрят. Как странно, как странно, думаю, что мне... посмотрите, как удобно, девчата. Вот так делаешь, короче, отсюда дырка, воздух зашел, и все, и открывается. А как он открывается? Я впервые такой покупаю. А, вот так. О, сколько масла. Там написано 54 калории, короче. Сколько масла. О, не знаю, можно ли мне это. Сейчас я его... У меня же там стоит бедель. Они все... Вот я уже 1500 раз сказала, это бедель, который вот там стоит. Она стоит только пылицей, мне глаза мазурят. Никто им не пользуется. Мы моем задницу, но не так моем, в душевую мы моем. Вот и все. Уже... Уже... И это надо говорить. Сейчас это вообще кошмар. Сперва... Хотите, я один день вам покажу? Тряпочки специальные такие, влажные. Сперва влажной тряпочкой, потом идешь в ванную. После того, как сходила в туалет. Девочки, сколько масла. Это, наверное, нельзя мне кушать. Это же просто убийство. И написано 54 калории. Столько масла. Вы что? Нет, я это не буду кушать. Нет, я это не буду. Я его купила себе покушать. Нет. Я это мужу вытащу. Если вам бен права. Вид, конечно, хороший, но здесь очень много масла. Я это не могу кушать. Если вам ты не мучу, а сейты, я истону баю, пудр кумер. Ага. А верю, пробую. Керу кила пребес? Вот так. Это, это, я купила? Он говорит, нету там, там нету масла. много. Клару кила ноту. Есть там масло. Я прям как будто выпила масло. Нет, я не буду это. я буду свои шампиньоны, девочки. Ева, таранисо, парати. Ел шампиньоны. Вот такой у меня будет сегодня обед. Я просто шампиньоны, девочки. Очень люблю. Вы никогда не делали в апельсиновом соке. Девчата, это безумно вкусно. Ну, моего вкуса, да, вот. Я не всегда, я не всегда, извиняюсь, что я прям перед вами плюнула, но я просто не могла, не отходя от кассы, поняли? У меня же жизнь такая, девчат. Знаете, все ради хайпа. А зачем я это говорю? У меня же таких замечательные подписчицы. Я как будто девчата на хейтеров работаю. На хер это надо? Простите меня, девчат. Вот так. Я апельсиновый сок вытаскивать себе не буду. Я вот так. Девочки, сегодня, может быть, я себя побалую роллами. Нет, я думаю, что мне нельзя роллы. Хотя там, там рис, но там, не знаю, девочки. Посмотрим, короче. Нет, нет, столько держусь. Не хочу, девочки, все испортить. Сейчас я, наверное, три ролла смогу съесть, больше не смогу. Вот такое. сейчас я попробую, как у меня получились они или нет. Оно. Это вкусно, девочки, это очень вкусно. Довольно. сейчас я ему баранину порежу. Но вы, вы понимаете, это же для моего любимого. Вот такой кусочек. Я его обваляю в этом соусе. вот так. Вот такой кусочек. И, наверное, вот это ножку. Мой муж очень любит баранину, девочки. Если честно, я тоже люблю. О! Занавес. А, все нормально. Ой, золотые ручки. ручки-то золотые. Ой, девочки, я же ужасно пою. А мне кажется, что я пою, как... Ой, откуда вы? Мне, вот, хотите, верьте, хотите, нет, мне кажется, что Алла Погачу далеко до меня. Я имею ввиду талант. А потом, когда себя переслушиваю, думаю, мамочки, гроза точно будет. У них так интересно, девчата, у них в Испании говорят, если плохо поешь, не пой, а то дождь пойдет. Наверное, мне петь надо каждый день, так как дождя тут нет. Так. Вот так. Не хотела с картошкой, но так как не было картошки, вы знаете, простая еда, она самая вкусная, девочки. Вот когда начинают, там, умничать. Ой, этот инстаграм только жрачку мне предлагает. Как надоело, как будто люди, девчата, больше ничего, только целый день жрут, срут, и все. И Наталью Курбанову смотрят. Вот так. Ну, девчат, ну, честно, честный отзыв. Вот сюда еще можно было огурчики вот так поставить, да, и это, и прям в инстаграме сказать, как готовит дагестанская жена. Вот так готовит, что потом становишься 93 килограмма 700. Как-то так, девчата. Короче, приятного вам всем аппетита. Кто хочет баранину, заранее говорите. Сделаем. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Люблю вас. Не забываем про лайк, девчата. Сразу первую же секунду не ставьте. Подождите хоть 20-30 секунд, девчата. Лайк и продвигайте меня, а то я такая толстая, никуда не захожу, девчата, пихните меня как-нибудь. Вот так, вот так, вот так, вот так, пихайте меня. Ну, хорошо, ты, говорит, нож не взяла. Люблю вас.